Вениамин Кондратьев и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев прибыли в резиденцию главы государства в Сочи. Президент обратил внимание, что пострадавшие люди должны получить всю необходимую помощь. К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени. Там в некоторых населенных пунктах люди еще и без электричества сидят. Пожалуйста, доложите, как идет работа по восстановлению. И потом, конечно, нужно сделать следы, чтобы людям помочь. Комиссия сейчас проходит, активно работает. Возмещение уже началось с компенсации. В краевом бюджете около 1 миллиарда рублей. Плюс-минус это будет видно по факту. Комиссии пройдут всех. И мы будем понимать точную картину по объемам возмещения, компенсации и затрат на восстановление полного частичного имущества. Самая главная сегодня задача – это максимально вернуть людей к обычному жизни. За частичную утрату имущества первой необходимости каждый из членов пострадавших семей получит по 50 тысяч рублей. При полной потере по 100 тысяч. Это не считая единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. По всей Кубани большая вода повредила больше 2 тысяч домов. Но массовых жертв удалось избежать. Был до начала события проведен комплекс примитивных мероприятий, который не позволил наступить более тяжелым последствиям. Это в том числе и оповещение, и эвакуация людей в пункт временного размещения с обеспечением питанием, водой, медицинским и психологическим помощи. Созданы были штабы. Сейчас приступили к аварийно-восстановительным работам. Основная задача, как доложил президенту Вениамин Кондратий, восстановить в домах электричества. Ситуация осложняется тем, что помещения сырые. Поэтому, чтобы избежать замыканий в проводке, сначала необходимо полностью просушить жилье. Для этого местные власти совместно с МЧС устанавливают в дома тепловые пушки.